В Гатчине священник нанес травмы годовалому ребенку во время обряда крещения. Это не шутка. Это нельзя назвать случайностью, судя по тем кадрам, которые попали затем в сеть. Вот они. На видео запечатлено, как служитель церкви, потому что служителем Бога я этого человека назвать не могу. Так вот, служитель церкви силой окунает мальчика в купель. Мальчик начинает плакать, видимо, от боли или испугался. Священнослужитель не унимается и продолжает издеваться над малышом. Затыкает ему рот рукой в какой-то момент. Испуганная мама, разумеется, пытается ребенка забрать тщетно. Слушайте, мы все больше и больше в каких-то фашистов превращаемся, вам не кажется? Уже даже в церквях садизм насаждается? Нет, я догадываюсь, что скажут в итоге в епархии, может быть, в патриархате, если резонанс будет широким, каких-нибудь бесов наверняка этот игумен изгонял. Хотя, как по мне, на бесов в данном случае как раз поп больше походит. Начинаем! Пару минут, дай, закончу. Что я делаю, вы спрашиваете? Так это же Трон, новая очень крутая стратегическая игрушка. Играть в нее я начал пару месяцев назад, и что я могу сказать? Игра стоящая, одна из лучших, что я видел за последнее время. Современная впечатляющая графика. Можно бомбить, воевать, союзничать. Каждый для себя что-нибудь найдет. Знакомься с другими геймерами по всему миру. Обретай надежных союзников, присоединившись к одному из влиятельных орденов. Не хочешь объединяться? Создай свой. Завоюй трон и управляй королевством. Управляй городами. Целыми армиями. Совершенствуй свои стратегические навыки. А еще меняйся ресурсами с другими участниками. И так будет проще штурмовать крепости других королей. Тренируй солдат, вооружай героя, готовь его к самым разным испытаниям. Регистрация, кстати, абсолютно бесплатная, поскольку игра браузерная. Ее совершенно не обязательно скачивать на жесткий диск. В общем, если еще кто-то не знаком с этой игрой, сейчас самое время познакомиться. Переходи по моей ссылке в описании к этому видео. Зарегистрируйся и получи приз 200 золотых монет. Окунись в мир рыцарских баталий. Насладись графикой на большом экране. Короче, жми уже на эту ссылку, а я жду тебя в игре. А в Госдуме продолжают делать все, чтобы люди еще больше ненавидели депутатов. Ну или, по крайней мере, чтобы думающая категория россиян окончательно свыклась с мыслью, что ребята на охотном ряду спятили. Так депутат Единорос Михаил Старшинов выступил на медне с инициативой увеличить штрафы для участников несанкционированных митингов до, внимание, миллиона рублей. Не, ребята, правда хочется понять, эти господа или идиоты или прикидываются? А че не миллиард, не триллион? Откуда эти балбесы такие цифры берут? С какого потолка? Вы прожиточный минимум на уровне 11 тысяч рублей устанавливаете. Минимальный размер оплаты труда у вас на той же отметке находится средняя пенсия, 14 тыр, средняя зарплата по стране даже. По лживому Росстату 40? Просто денег нет. Ага, а штрафы эти же чебурашки предлагают сделать миллионными? Слушайте, кто вообще-то таких старшиновых в Думу избирает? Они че, от дому в печали выдвигаются? Так, психи вроде у нас не имеют права голосовать на выборах. Тогда как? Знаете, я тут на днях пересматривал один из моих любимых фильмов «Олигарх», снят по книге Латынина. И так вот, там есть такая сцена, где герой Машкова, он как раз олигарха играет, со своим карманным политиком, общается к кандидатам в президенты Колей Ломовым. Ты бы, говорит, про экономику не высказывался. Почему? Да потому что тебя не только идиоты слушают, но еще и нормальные люди. К чему я это? А к тому, что мне с завидным постоянством хочется адресовать аналогичные вопросы каждому второму слуге народа. Уже у ребят ведь на самом деле крыша-то течет и давно. Я не знаю, что у нас народ рассматривает на потолке. Крыша течет. Ну что я могу сказать? Так, коллеги, пожалуйста, дайте завершить ряду. Для депутата в Государственной Думе, наверное, это самое увлекательное занятие поднять голову к потолку и увидеть, что там течет. Но на мой взгляд... Вот для этого и нужна сменяемость власти. Чтобы у отдельных ее представителей шарики за ролики не заходили в какой-то момент. Это реальная журналистика. Закусывать надо тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Ну и раз о митингах и о депутатах уже начали, в Совет Федерации давайте переместимся, где тоже исключительно протестующими занимаются. Но у нас же в стране нет других проблем-то. Подумаешь, 4,5 миллиона гектаров леса в Сибири горит больше месяца. Дым уже до Арктики дошел, льды начали таять. Подумаешь, Дальний Восток тонет, все живое гибнет. Подумаешь, склады с боеприпасами взрываются, и целые населенные пункты приходится эвакуировать. Подумаешь, где-то там ядерный взрыв случился. Все это мелочи жизни. По сравнению с московскими митингами, вот и президент тоже так считает, поэтому то в батискафе поплавать съездит, то на мотоцик и по Крыму рассекает. Ну а что ему еще делать? Он же президент, ну не проблемы же в стране. Ей-богу решать, для этого что ли человека на высший пост выбирали? Ах да, мы же о Совете Федерации. Короче, сенаторы, как я уже выше сказал, озаботились наиважнейшей проблемой 2019 выборами в Мосгордуму и тем, что вокруг этих выборов творится. Да и придумали вот какую классную вещь. Дабы властям наши людишки перестали докучать, не мешали больше нормально отдыхать, купаться в море, париться в саунах с девочками. В общем, разродились, ребятки, идеи создать во всех городах единые места для протестных акций. То есть будет какая-то полянка, одна там на всю Самару, или одна на весь Питер, или одна на всю Москву, вот ходите и на этой полянке протестуйте. По-моему, здорово. Сперва баринам сказали, ребята, хотите высказать претензии к нам великим, спросите у нас на это разрешение. Теперь выясняется, что просто спросить разрешение уже недостаточно. Сделаем вам специальный загончик-вольерчик, так сказать, стену плача, и ходите к ней, плачьте. Опять же, если мы, великие, позволим. Я, к слову, даже представляю, какой может быть следующая инициатива российских сенаторов. Ага, видимо, предложат огородить такие загончики колючей проволокой, поставят вышки. На вышке вертухаев с пулеметами, вокруг несколько рядов оцепления, да с собаками. Вот с каждым днем все свободнее и свободнее себя ощущаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вообще все зло в нашей стране исходит, конечно же, от протестующих, которые все, как один, являются агентами Госдепа, и, конечно же, от соцсетей. В большей степени от американского Ютьюба. Вот не было бы этой гадости. Вы бы ведь не узнали, что леса в Сибири вырубаются китайцами по три копейки за гектар, и что навырубали там этого леса столько. Теперь осталось лишь поджечь все это, дабы скрыть масштабы воровства. Плохо. Разумеется, плохо. За каким рабо об этом знать? Людей на митингах избивают, калечат. Опять эта сволота. Госдеповская тут как тут. Показывают они, понимаешь ли, происходящее. Призывают людей не оставаться равнодушными. Тоже плохо. Преступления должны совершаться в тишине, потому что о коррупции рассказывают, называя фамилии и имена воров чиновников. О том, как полиционеры журналистам наркотики подбрасывают. Да совсем обалдели, что ли. Украл слуга народа. Не твое собачье дело. Подбросили кому-то наркотики. Значит, так надо. Суют они свой нос везде. Разрушают устойчивый миф о стабильности и вставании из колен. Первый канал, он, смотрите, он безвредный. Там для тебя поле чудес 30 лет показывают. Давай поженимся, КВН. Да в конце концов, хочешь негатива, там оно и тоже есть. Зря, что ли, программа «Время покажет» существует ежедневно ведь. Ущербных просвещают о том, как все плохо на Украине или там Сирии. Чего ж тебе еще надо, смерть? Кстати, так он пахали, ребята, на первом ради тебя, что только по прошлому году 7 миллиардов долгов нахлопали. Ну, сейчас им, конечно, дали из бюджета 9. Вот и смотри, первый, тем более ты их веща не оплачиваешь. Будь страусом, случилось что-то, спрятал голову в песок и проблемы отворились. Не мешай нормальным пацанам мыть бабло, тем более, что это у них недвижимость. Счета, дома, бизнес, семьи за границей. Агент госдепа все равно, ты доживать тут потом тебе. Все, это была реальная журналистика сегодня, вот так. На моей страничке в Ютьюбе ссылка сверху, больше серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться, пока. Пока.